Военнослужащие 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Западного оперативного командования ведут радиоразведку, работают на автоматизированных комплексах радиоэлектронного подавления, выполняют множество других задач. Помогает им в этом непростом деле современная техника. Войска постоянно и регулярно на постоянной основе поступает новая техника. Причем та техника, которую мы сегодня видим здесь на плацу и будут торжественно вручены батальону, по современным меркам имеет запредельные возможности. Говоря о их возможности, нельзя сказать, что она не может. Она может все. Практически нет таких систем, которые не смогла бы она подавить. Мобильный телефон, телефон радиосвязи какой-нибудь дальний, который может устанавливаться на автомобиле. Любые радиосредства не имеют значения. Любые средства связи, передачи данных в диапазоне до 6 ГГц. То есть это практически все, что может использоваться в настоящее время, в том числе и перспективные виды связи, такие как 5G. В торжественной атмосфере личный состав 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы выстроился перед лицом командования и высокопоставленных гостей. Под звуки военного оркестра прошла церемония вручения ключей от новых образцов техники радиоэлектронной борьбы и разведки. Производитель новых образцов техники радиоэлектронной борьбы и разведки отечественные. Их собирали специалисты конструкторского бюро «Радар», с которыми батальон плодотворно работает на протяжении уже многих лет. С помощью этой техники возможности экипажей вырастут в разы, а в скором будущем военнослужащие 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы смогут опробовать эту технику в деле. Данные образцы планируются их использованием в июне месяце в ходе совместного специального учения сил и средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации. Будут принимать активное участие в полевых испытаниях, будем проводить исследования и испытания, реально заявленные характеристики, опробуем их в реальных условиях местности, в круглосуточном режиме. Значит, оценим эффективность и внесём какие-то предложения по или изменению, или совершенствованию данных образцов и учтём своей подготовке к участию в совместных стратегических учениях «Запад-2021». Две станции помех, которые предназначены для поиска, обнаружения и плингования источников радиоизлучения и линий связи и их радиоподавления, а также мобильный комплекс радиомониторинга, который позволяет подразделениям технического контроля выполнять задачу по обеспечению электромагнитной совместимости в группировке, определять источники непреднамеренных помех. Даже те, чего ещё нет, у нас в стране только ещё происходит развитие, ещё в полной мере. Есть опытные эксплуатации, отдельные сутки. Эта станция может работать. Современная техника, укомплектованная новейшей аппаратурой и удобными рабочими местами для личного состава дежурных смен. Данные образцы уже применялись на различных учениях и отлично зарекомендовали себя. Во-первых, она весьма эффективна в борьбе со средствами воздушного нападения противника. Позволяет уводить с прикрываемых объектов управляемые ракеты, боеприпасы, авиационные средства поражения, установленные на летательных аппаратах. То есть наши объекты, средства радиоактивной борьбы смогут прикрыть от ударов. И это действительно большой вклад в общую обороноспособность наших вооружённых сил и возможности по борьбе со средствами нападения противника. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания МБУК-ТВ